МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рискнул свободой. Сейчас подокурим с вами. Заполнил один документ. Потому что какие единижные насилиества брать незаконно. В Сочи в суд отправится тот, кто должен подсудимых защищать. На скорости без тормозов. Жуткая авария на горном перевале оставила водителя инвалидам. Похитители черного золота. Оперативники ФСБ обезвредили преступную группировку, воровавшую нефть. Здравствуйте. Это факты происшествия. Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. В Сочи адвокат решил нажиться на своем подопечном. Клиент заплатил ему за юридические услуги. Но этого мужчине оказалось мало. И он придумал план, как подзаработать незаконным путем. Потерпевший обратился к адвокату за помощью в момент, когда в отношении него полицейские проводили доследственную проверку. В рамках расследования уголовного отдела. Мужчина опасался, что может стать подозреваемым. Тогда юрист предложил ему подстраховаться. Разумеется, не бесплатно. Услуги оценил в 300 тысяч рублей. Мол, деньги он передаст сотруднику полиции, который точно уведет сочинца от уголовной ответственности. Но за это при встрече потребовал расписку. Мы с вами заполнили определенные документы в счет будущих обладов. Сейчас подокурим с вами. Заполнили один документ. Потому что такие денежные средства брать незаконно. Мужчина согласился. Однако, понимая, что предложение адвоката носит противоправный характер, сообщил об этом в территориальный следственный отдел Следственного комитета России. После получения денежных средств, дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Адвокат не успел договориться ни с кем из полиции, поэтому в отношении него возбудили дело за посредничество во взятке. Теперь юристу грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 9 миллионов рублей. А вот бывший заведующий одним из детских садов Краснодара нелегально зарабатывать помогали мертвые души. Женщина реализовала мошенническую схему в стиле гоголевского романа. В течение 7 лет в дошкольном учреждении несколько человек работали только по бумагам. Заведующая передавала в бухгалтерию поддельные документы, в которых якобы учислились воспитатели, сторож, а также рабочие по комплексному обслуживанию, ремонту детского сада. Зарплату за этих выдуманных сотрудников и получала подозреваемая. Таким образом, за это время женщина незаконно заработала почти 7 миллионов рублей. Тайное стало явным после прокурорской проверки. Материалы были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве и служебном подлоге. По одной из статей заведующий грозит до 10 лет тюрьмы. Сотрудники ФСБ Адыгея обезвредили банду, которая охотилась за черным золотом. Преступная группировка действовала несколько месяцев и занималась похищением топлива у одной из ведущих нефтегазовых компаний страны. В ОПГ входили жители Краснодарского края и Адыгеи в возрасте от 21 года до 45 лет. А вот организатором преступного сообщества оказался житель Волгоградской области. Участников банды оперативники поймали с поличным. На месте задержания силовики также обнаружили технику и оборудование, которыми пользовались злоумышленники при похищении нефтепродуктов. Все собранные материалы переданы в полицию. Там сейчас почитывают объемы краденого и ущерб, нанесенный нефтегазовой компанией. Пока возбуждено уголовное дело за кражу, но не исключено, что в скором времени его пополнят другие статьи. Следователи сейчас занимаются сбором доказательной базы. Затянутые сроки по оплате выполненных работ районными властями, нарушение земельного законодательства и давление со стороны контролирующих органов. С такими жалобами кубанские бизнесмены обратились к прокурору края. Сергей Табельский высушил их во время личного приема. Один из предпринимателей рассказал о несправедливых претензиях со стороны позженадзора. Другой возмущен тем, что местная администрация до сих пор не выплатила организации 600 тысяч рублей за ремонт дорог. Предприятие работает по муниципальным контрактам с администрацией Славянского городского поселения. Мы занимаемся ремонтом строительства автомобильных дорог. И с января 2011 года у нас сложилась задолженность. С долгами Славянской администрации прокурор пообещал разобраться, как и с другими жалобами бизнесменов. Сергей Табельский проводит такие встречи каждый месяц и каждую жалобу берет на личный контроль. Мы встречаемся с предпринимателями. Они видят, кто будет заниматься этим вопросом, видят то внимание, которому мы уделяем их проблемам. По времени разрешения, конечно, это разное. Вопросы требуют более внимательные подходы, тщательного изучения. Другие решаются гораздо быстрее. После личного приема к делу подключаются территориальные прокуроры. Их задача проверить жалобы предпринимателей, восстановить нарушенные права и привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает закон. Полиция Кубани объявила в розыск целую банду предполагаемых преступников. В списке 5 человек. По данным наших источников, в правоохранительных органах, разыскиваемые могут быть связаны с краснодарскими стрелками, которые на прошлой неделе устроили целую серию криминальных событий. Итак, вот фотографии имена подозреваемых. Сергей Сапелкин из Кропоткина, Никита Клевцов из Краснодара, Александр Лобас из Каневского района, а также двое жителей Новороссийска. Иван Львов и Кирилл Донченко. Их подозревают в совершении особо тяжких преступлений. Любая информация об этих лицах может быть полезна следствию. Если вам что-то известно об этих молодых людях, полицейские просят позвонить по телефону, указанному на экране. Жуткое ДТП под Сочи. В соцсетях появилось видео аварии с участием многотонника на Мамайском перевале. Она произошла еще 2 сентября. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как длинномер, груженный арматурой, на повороте переворачивается на бок. Вырезается в бетонное дорожное ограждение и улетает в кювет. От удара водитель выпал из машины, но чудом выжил. Хотя остался инвалидом, говорят его знакомые в соцсетях. Тормоза отказали у него. Он завалил специально его. Но не повезло. Завалил потому, что впереди отбойник. Так он хоть напарника спас. И не убил никого. И сам выжил. Руку и ногу отрезали. Ребенку года три. И сегодня же в интернете появилось еще одно видео автокатастрофы, которое устроил грузовик. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения фуры с легковушками в Воронежской области. Многотонник на трассе протаранил более 30 автомобилей. На кадрах видно, как он сносит машины одну за другой. А после начинает гореть. ДТП на полне произошло пару дней назад. По данным полиции, за рулем фуры сидел житель Кубани. По предварительной версии, у многотонника отказали тормозам. После столкновения на протяжении почти километра обе полосы были усеяны разбитыми машинами. Три пострадавшие легковушки сгорели. В этой жуткой аварии, к счастью, никто не погиб. Но с травмами были госпитализированы четверо взрослых и одна пятилетняя девочка. Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. И если есть сомнения, в технической неисправности авто не отправляться в путешествие без техосмотра. Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Сочи. Девушка попала под колеса мотоцикла. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор машины, которая остановилась перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. На кадрах видно, как снижают скорость и другие авто. В этот момент байкер решил обогнать легковушки. Он сбивает на переходе девушку. К счастью, она сильно не пострадала. Очевидцы помогли и подняться, и дойти до остановки, чтобы прийти в себя. Напомню, что накануне ночью в Сочи произошел похожий случай, но на этот раз виноват был пешеход. 26-летний парень переходил дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки в темноте заметил его слишком поздно и не успел остановиться. Молодой человек погиб на месте. Несколько ДТП, но, к счастью, не таких страшных были замечены и на дорогах Краснодара. Александра Проскурина расскажет. Причиной этого ночного происшествия на красных партизан стало явное превышение скорости. Водитель «семерки» проигнорировал знак «уступи дорогу» и выехал на кольцо. Легковушку занесло, и она врезалась в проезжающую мимо иномарку. Удар был такой силы, что предполагаемый виновник остался за рулем только благодаря ремню безопасности. Срочно понадобилось в правый ряд на посещение улиц Ставропольской и Таманской. Водитель отечественного хеджбека так спешил проехать перекресток, что, рискнув собственными правами, пересек сплошную. К такому развитию событий не был готов владелец черной иномарки. Мужчина ударил по тормозам, но было уже поздно. Итог неодуманного маневра. Два разбитых автомобиля и потерянное время. Уступала дорогу и никак не ожидала стать участником ДТП. На кольце красных партизан и Лукьяненко столкнулись малолитражка и японская иномарка. Водитель последний, по-видимому, так торопился, что сократил дистанцию между машинами до минимальной. В этой аварии помощь инспектора не понадобилась. Повреждения оказались незначительными. И автомобилисты решили договориться на месте. Авария, которая парализовала движение на несколько часов, произошла на Минской и Каляево. Там из-за несоблюдения дистанции столкнулись Приора и корейская малолитражка. Одна из двух полос для движения оказалась перекрыта. Чтобы объехать горе водителей, другим участникам движения пришлось набраться терпения. Поспешишь, виновником ДТП станешь. Так и произошло на улице Ставропольской. Водитель Лады не обратил внимания на то, что перед ним образовался затор и врезался в иномарку. Серьезных травм автомобилисты не получили, как, впрочем, и их машины. Выезд с парковки, который привел к серьезному затору. ДТП произошло на улице Сормовской. Владелец фургона сдавал назад и не учел интенсивность потока. И в конечном итоге зацепил проезжающую мимо иномарку. А у меня на этом все. Эфир Кубань 24 продолжит «Факты». Я с вами прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова